Все это на картинке квадратов. Задача. Найдите сумму величин углов mbn, mcn и mdn. Вы не найдете отдельно величину угла φ. Она не выражается точным числом градусов. И c тоже не выражается точным числом градусов. Вот сумма у них хорошая. А каждая из них по отдельности. Это довольно хитро. А давайте еще закомпанировать одну задачу. Требуется найти сумму влог. k, i, k, b, l, k, c, l, k, d, l, k, e, l. Три задачи. Правая совсем легкая. Во всех случаях надо как-то переместить эти углы, чтобы стало хорошо. Сумма удовольствия. Сумма удовольствия. Сколько будет? В левой задаче какой ответ? Легче всего решить вот эту задачу. Вот эту. Вы зря пытаетесь украшивать чертежи. Главное – это успеть нарисовать. Ну, конечно, если у вас получается красиво, то это еще лучше, да? И что нет предела совершенства. Это все замечательно. Но, с другой стороны, если у вас некрасиво, это не страшно. Особенно на первых парам. Вот этот треугольник. К, а, л. Как можно расположить, чтобы он перешел в треугольник с вершины е? О, е, п. Молодец. Так я так и буду писать. О, е, п. Давайте я это нарисую. Значит, вот у меня есть угол. Давайте я в одной дужке отмечу. И вот у меня есть угол. Я его тоже отмечаю в одной дужке. Все согласны, что это одно и то? Да. Отлично. А пойдем дальше. К, Б, Э. Это что? Это Н, Е, П. Вот смотрите, вот он, К, Б, Э. Это что такое? Это Н, Е, О. Конечно. Это Н, Е, О. Ребята, а вы понимаете, что так будет все время? Да. Следующий угол. К, С, М. Это будет что такое? К, С, Л. Это будет... М, Е, М, Е, М, Е. Это будет М, О, М, Е, М, Е, М. Согласны? Да. Сейчас, сейчас, сейчас. М, Е, М. Так, и последний угол какой? Последний угол. Это будет М, Е, М. Давайте четыре дужки поставлю. Это будет... Л, Е, М. Л, М, М, М. Да? М, Е, Л. Да. Е, Л. И, наконец... Что у нас еще будет? К, Д, Л. К, Д, Л. Нет, стоп. Все. Все. Последний такой. Нет, нам надо еще и Е, Л провести, на самом деле. Да, 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 да. Так, я вот эту забыл, да? Да, да, спасибо большое. Вот эту линию забыл провести, поэтому здесь у нас будет четыре дужки, а здесь у нас будет пять. И последний я так и выписываю. Это будет Л, Е, К. Я сдвигаю эти углы, все вот эти четыре. Один угол, угол К, Е, М, и оставляю на месте. А дальше вот этот сдвигаю к нему, этот сдвигаю, этот сдвигаю еще сильнее, этот еще сильнее. На кусочке его разрезал и растащил, да? Вот. А вот сейчас, пожалуйста, то же самое сделаем для двух других задач. Ответ на самом деле получится такой же. Те же самые 45 градусов. Кто сумеет как-то передвинуть, что-то сделать с этими углами, чтобы стало понятно, что их сумма 45 градусов. Будем сдвигать все треугольники так, чтобы их вершины были в точке С. Хорошо, хорошо, сдвигай. Вот угол М, С, Н мы оставим на месте. Да, угол М, С, Н на месте. Теперь М, Б, Н. Мы его повернем, мы его отразим на месте, например, вот такой прямой, вот 45 градусов, и сдвинем. Он перейдет в такой угол. Так, давайте проверять. Там у нас было 2 к 3, да? 2 к 3. Да, все правильно. 2 к 2, 1 к 3. Так, ребята, все увидели? Да. Вот эти помеченные одной дужкой углы равны. Отлично, дальше. Добавим здесь еще одну клетку. И соединим вот эту вершину с точкой С. Да. Тогда возникнут 2 треугольника. Да. 1, 4 к которому, то есть угол М, Н, Н. Увидели? Да, все правильно, 4 к 1 возьми. А второй вот тут в серединке. Да, это вписано в прямоугольник 4, 1, и вот такой вот отлетчик. 4 к 1, второй 3 к 1. Да. Это угол М, Д, Н. Нарисуй его. И поставь там 2 дужки. И не было. Вернее, было именно потому, что они равны. Вот. Так, и все-таки, Коль, ты самая, 3 дужки тоже поставь. Да. Так, господа, все поняли? Так вот, 45 здесь потому, что угол... Потому что прямая Н, С направлена под 45 градусов. Н, С. Н, С. Так, а у меня такая просьба. А давайте мы опять сделаем... На каждом из этих углов мы напишем соответствующие углы. И тогда все будет понятнее. Пожалуйста, у себя на картинке сделайте так. Проставьте ровно эти буквы. И смотрите, М, А, Н. Чему он равен? М, А, Н по нашему состоянию это К, С, Н. Отлично, пишем. Да, да, да. Следующий смотрим. М, Б, Н это что? М, Б, Н. Одна душка, она равна Е, С, Н. Да, так и пишем. Следующий угол. М, С, Н остался на месте. Так и пиши. М, С, Н. И последний угол. М, Д, Н перешел в Э, С, Е. Видно? Да. Пишем. Л, С, Е. Так. И все это равно. Угол К, С, Н это 45 градусов. Отлично, спасибо. Как раз я целое занятие провел, посвященное вот этой вот левой задачи. У нее есть очень много разных способов решения. Так что, если поройтесь, там в записи одного из пушков это все есть. Но сейчас я расскажу один способ. Дорисую картинку. Вот, господа. Все понимают, что этот угол, это как раз фи. Здесь одна клетка, здесь две. Здесь тоже самое. Одна, здесь две. Правильно? Да. Значит, если мы сможем понять, по какой причине вот этот угол 45 градусов, то задача будет решена. А если нарисовать, то не беремся, что это можно решить? Молодец. А если нарисовать? Смотрите. Пожалуйста, посмотрите все внимательно, что здесь произошло. Возник треугольник. Давайте о эти точки. А, С, В. Этот треугольник обладает следующим замечательным свойством. Вот эти вот треугольники равны. Это понятно? Да. А значит, эти отрезки что? Равны. А у прямоугольного треугольника сумма этих углов, это сколько? Сколько градусов сумма острых углов? 90. А значит, вот этих 90, значит, где 90 градусов, как зовут такой треугольник? Равноведренный прямоугольник. А какой угол у равноведренного прямоугольного треугольника? 45. Оوا'рноведренный. Ого. Да. Оу. Продолжение следует...